Друзья, привет! Находимся мы сейчас в Подмосковье, неподалеку от МКАД, всего-то 30 километров, но тут уже такая атмосфера ощущения загородной жизни. Я, признаться, немножко волнуюсь, потому что здесь я не был уже почти полгода после того, как мы сдали сруб. И здесь не совсем обычная ситуация. Мы здесь делали только сруб, все остальное заказчик делал сам, так как он относился к этому как к хобби, ему было очень интересно этим заниматься, и он здесь все, по сути, сделал сам. Сергей, приветствую! Дима, здравствуй! Давно не видел тебя! Я вот такой раз про это говорю, что полгода не виделись, и мне на самом деле интересно, что у вас получилось, потому как наше с вами совместное творчество, мы разрабатывали проект, сделали сруб, а дальше вы уже сами с усами, как говорится, и что получилось, расскажите. Рад тебя видеть, проходи в дом, и там жизнь, там котел, все в речках, все работает. Есть, 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 что показать. Пойдем, пойдем. Ну, мне кажется, прикольно получилось. Ну, получилось достойно, интересно. Я уже вижу вот эти два окна, потому как, я помню, когда мы уже согласовывали проект, эти окна были немножко по-другому, они были несимметричны, и мы придумали с вами, с архитектором, как сделать так, чтобы эти окна были одновременно в нужных точках и в спальне, и в санузле, и в котельной, и при этом, чтобы они на фасаде смотрелись органично. Вообще-то неплохо получилось. Да, я думаю, что цель достигнута, потому что и сна дружи хорошо смотрится, и внутри света хватает. Ну, ты сейчас посмотрим, как получилось. Так, вот, кстати, очень мне здесь нравится камень. Это похоже... Это песчаник, да? Да, это песчаник, вот, с Краснодарского края пригнал фуру, и вот, получился такой цоколь. Ну, реально прикольно, потому что вот искусственный камень, он тоже бывает очень похож на настоящий, но это вот натуральный камень, и с нашим Келло, конечно, хорошо. Натуральный, да, цвет совпадает, вот, как бы, да, это уже тоже... Прикольно, прикольно. Хорошая дизайнерская решение. Очень классная, и это при том, фундаменты тут, забивные сваи, то есть это, в общем, чистый декор, но декор такой, что кажется, что просто это, ну, основание там... Как на ноли. Да, что все, просто от него все начиналось, да, хотя, на самом деле, просто... Поехали дальше. Сразу хочу спросить, я так понял, обработали по рассказам, да, биофы, да, защитили сруб. Ну, в принципе, такой интересный получился цвет, немножко такой глянец появился. Есть, да, такой производитель, мы, как бы, испытали несколько раз, нам понравилось. Защиту, как бы, они гарантируют. Так, мне еще очень интересно услышать про вот этот, подшифровый карнизов, потолка. Необрезная доска, сделанная, как бы, из кедра. Назовем это прямо, это экономный вариант. То есть не использовалась наша традиционная кела-доска, использовался обыкновенный кедр, естественной влажности. Но в целом, вот смотрите, я думаю, неплохой результат. То есть для заказчиков, которые хотят в каком-то ограниченном бюджете действовать, то не обязательно всюду использовать кела, как мы любим, да, можно что-то дешевле, вот, раз в два с половиной, в три, это дешевле. Вариант, расскажите, Сергей, а ваше впечатление, результат вам на сто процентов нравится, или что-то есть какие-то сомнения на это дело? Не, ну, во-первых, как бы нравится потому, потому что, как бы, это все природное, да. Во-вторых, как бы это влияло, как бы, на скорость постройки. Бюджет тоже немножко, как бы, влияет, это очень важно. За счет, за счет. Я бы, конечно, честно говоря, если так, вот эти зазоры, я бы над ними поработал получше, но потом расскажу, как это сделать правильнее. Потому что вот эти подгоны, да, кривой доски, кривому бревну, это всегда сложно, всегда непросто, но я за то, чтобы добиваться все-таки точного сопряжения. Но в целом, я думаю, результат отличный. Поехали дальше. Ну, проходим в дом. Я открою. Да, пожалуйста. Спасибо. Заходи. Проходите. Смотри, как получилось. Ну, вообще, мне нравится. Нравится яркер. Нравится лестница, кстати. А из чего она сделана? Ну, вот ступени не узнаешь? Нет, ступени я узнаю. Ступени вашего материала пришлось использовать. А, когда подрезали сруб под крышу. Да, я знаю, всегда остается много обрезков, обычно они уходят на дрова. Мы решили использовать по назначению, сделали вот такую лестницу, сами нарисовали дизайн и использовали даже местный колорит. Вот это все как бы из окружающего мира. И, кстати, я вижу, что это тоже сухостой по следаевым короедам. Да. Прикольно. Да, да. Тема сухарника и здесь тоже. Прикольно. И я так понимаю, что и спальня получилась такой, как задумано. Кровать по двум сторонам окошки. По высоте все хорошо. Да. Окошки, те, о которых ты говорил, с фасада дают свет. Помещение, там жилая зона. И учитывая то, что у нас жилая зона и баня, у нас получилось два в одно. Ну, даже можно сказать, что три в одно, потому что еще есть большая терраса, которая фактически функция беседки. Очень красивый эркер получился. Я, честно говоря, сомневался, потому что мы редко делаем эркеры. Ну, как так получилось? И сейчас понимаю, что это вообще наша была ошибка, потому как изнутри прикольно с Морриса. Она акцентирует вот эта вот композиция, вот это место, как такое место, ну, такой центр, да, вокруг которого обстроено, да, пространство. И снаружи тоже интересно смотрится. В общем, я сейчас меняю свое отношение к эркерам, потому что обычно в беременчатых домах их не делают. И думаю, что мы будем чаще использовать в проекте. Ну, если помнишь, Дим, как бы была задача у нас сделать здесь более такое большое гостиное место, да. Оно, кстати, получилось. Вот присаживайся, посидим. Ну, да. Здесь, кстати, и стол, даже ручной работы. Вот. Получилось больше места в гостиной удобно. Гостей много. Мы всегда гостям рады. На самом деле здорово получилось. Поэтому спилы вот эти, да, вот, если с этой стороны посмотреть, как бы, да, кажется, что это такое яйцевидное бревно. Да нет, конечно же, да, мы понимаем, что все в изометрии. Если вы с той стороны будете смотреть, бревно совершенно круглое, это просто косое сечение, поэтому кажется, что они так слегка приплюснуты. Ну, да, это интересно, потому что обычно я уже так привык к этим вот выпускам, которые просто кругленькие, а тут эта овальная форма, она более выразительная, чем обычно. Пойдем посмотрим каминную зону. Я бы назвал ее кальянной зоной. Ну, вообще, я тоже, признаться, иногда балуюсь кальяном. Можно присяду? Да, да, пожалуйста, садись. Здесь, как бы, сразу несколько принципов, да. За этой стеной находится баня, и эта печь топит баню за той стеной. Также тепло, уходящее под потолок, отапливает верхнее пространство. И уже, ну, я не знаю, может, у тебя, как у специалиста, спросить, не повлияет на перекосы, не будет ли здесь трескаться стена? Я вижу, что есть зазор, который закрыт канатом. Зазор хороший оставил, большой. Если бы это была для несильной естественной влажности, то такая стенка, у которой, с одной стороны, прогревается печкой, с другой стороны, она внутренняя стенка. Она бы здорово села. Но вот у Кела усадка минимальная, поэтому вот этого зазора достаточно. Но за этим нас расследи, если вдруг по каким-то причинам будет видно, что зазор стал там минимальным, то нужно будет сделать дополнительный весь прорез. Но вот сейчас я смотрю, чтобы все, все ок. Мне интересно, что это вот за белая такая штука. Я, конечно, предполагаю, но... Про белую штуку я тебе расскажу. Потом пройдем и посмотрим, как получилась баня. Интересно. Шапочку рекомендую одеть, потому что температура уже больше 60 градусов. Ничего, что мы светили? Ничего. Залезь на полочку, посмотри, как температура... Ну, чего? Слушаю, реально жарко. Что я вижу? Селенная панель. Пичка закрытой токой, что хорошо. Есть одна-единственная стенка из Кела в парной. Жаль, что только одна, что остальное зашито вагонкой. Окошко интересная форма, вертикальная. Не открою. Это для того, чтобы можно было компенсировать температуру, если очень-то, и поддать как бы свежего воздуха. Ну что, в принципе, понятно. Дай попробуем, как оно вообще-то все получается-то. Ой. Слушай, уже на самом деле хочется раздеваться. Димон, пошли. Пошли. Пора раздеваться. ну вот дима показал эти баню так тапочку верни ой вот я обещал там рассказать про печку поэтому хочу так сказать что вот это вот белое пространство да это печь для готовки пищи я так и думал и снас вот вот такая русская печь да и знаешь что ты у меня будешь в гостях приготовили вот ребрышки понюхать ничего так да со специями пошли к столу но ничего не не против запах ну мне кажется настал момент тот самый минуточку это кедр алтайский сухостойный в качестве сервировочной доски мне кажется пригодится то есть это подарок ну да думаю за это надо выпить я предлагаю все таки выпить за тебя очень приятно было работать взаимно очень мне кажется интересный получился результат и за артель бах спасибо